Бэби-бум по-курски. В 2012 году в регионе родилось более 13 тысяч малышей. Сегодня женщины чувствуют себя защищенными благодаря поддержке государства. И рожают не только первого, но и второго, третьего и даже четвертого. 14 февраля специалисты областного комитета здравоохранения и врачи рассказали журналистам о развитии системы родовспоможения. Подробности в нашем сюжете. 20 ноября 2012 года в Курске появилась на свет Алена. Ее рождение чудо не только для мамы Аллы Силаковой, но и для специалистов областного перинатального центра. Малышка была зачата методом экстракорпорального оплодотворения. Всемирный день детей по праву ознаменовался историческим событием. Это просто великое счастье и гордость для нашего города. То, что построили такой центр, возможность для всех курянок и жителей Курской области большая. Так что надо обращаться и не сидеть, идти. Помощь окажут. И как видите, все благополучно, все получается, все разрешается. А в первый день 2013 года под бой курантов родилось 5 малышей. Всего за 8 выходных дней наступившего года в областном перинатальном центре на свет появились почти 100 младенцев. Тенденция увеличения рождаемости напрямую зависит от поддержки государства, подчеркнули специалисты. Особое внимание в системе родовспоможения. Это 11 центральных районных больниц, 5 учреждений роддомов и областной перинатальный центр. На первом уровне нормальные роды. На втором уровне уже роды, соответственно, с патологией и часть из них нормальных. Должны все женщины области это понять. Областной перинатальный центр должен принимать только тех беременных, у которых осложненное течение беременности или прогнозируются осложненные роды. Перинатальный центр рассчитан на 50 акушерских мест. Здесь есть отделение для выхаживания сразу 30 недоношенных и новорожденных малышей. Реанимация на 12 мест. Перинатального центра впервые стали работать у нас выездные бригады. Такая выездная форма акушерских бригад и неонатальных. За 2012 год порядка 400 выездов было сделано. Было вывезено в центр 98 детей и 45 женщин. При центре работают два реанимобиля. Своевременное оказание необходимой помощи – залог здоровья мамы и младенца. Преждевременные роды, выхаживание детей с весом менее килограмма. Показатель детской смертности в регионе впервые опустился ниже среднероссийского. Модернизация здравоохранения позволила вывести качество медицинской помощи на новый уровень.